Добрый день, друзья! С вами Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим рыбный салат. Салат из консервированного тунца. По вкусу он немного напоминает салат мимозы, но все же есть некоторые отличия. Подойдет такой салат как на праздник, так и на каждый день. Также его можно приготовить с любой другой консервой, сайрой, горбушей. Для начала подготовим все ингредиенты. Мелко нарезаю репчатый лук. Я взяла красный лук и обычный лук. Лук я замариную. Для этого выдавливаю небольшое количество лимонного сока, взбрызгиваю им лук, солю, перчу и хорошо перемешиваю и отставляю. Тунец хорошо разминаю вилкой. Картофель мелко-мелко порублю ножиком. Морковь натираю на мелкой терке. Нарезаю мелко огурец. Недавно я готовила вкусный салат мимоза. Очень красивое оформление. Рекомендую посмотреть это видео. Ссылку я вам оставлю в описании. Желтки отделяю от белков. Желтки натираю на мелкой терке. Белки натираю на крупной терке. И вот такой ингредиент, который я тоже добавляю в салат, это стручковая фасоль. Она у меня уже отваренная. Если у вас нет стручковой фасоли, то можно заменить ее зеленым горошком или просто не добавлять. Начинаю собирать салат. Салат я буду собирать слоями в кольце. Диаметр кольца 18 сантиметров. Первым слоем выкладываю картофель. Очень удобно это делать силиконовой лопаткой. Немного приминаю, солю, делаю сеточку из майонеза и хорошо распределяю майонез по всему картофелю. Маринованный лук я отжала от сока и выкладываю его сверху на картофель. Хорошо распределяю силиконовой лопаткой. Делаю сеточку из майонеза и аккуратно распределяю по всей поверхности. За луком добавляю тунец. У меня тунец без масла, поэтому я хорошо его промазываю майонезом. Если у вас тунец был в масле, масло, конечно, нужно слить и можно поменьше добавить майонеза в таком случае. Добавляю стручковую фасоль, солю и распределяю майонез. Смотрите другие рецепты из стручковой фасоли на моем канале и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Далее выкладываю слой моркови и аккуратно распределяю. Если у вас нет кольца, то можно сделать салат горочкой, либо все смешать вместе. Это уже смотрите сами. Выбирайте, как вам больше нравится, как вам более удобно. За морковью выкладываю свежий огурец. Сверху выкладываю натертые на терке белки. Обильно промазываю майонезом. Желтки я оставила для украшения и нарезаю мелко зелень петрушки и помидоры черри. Существует много разных способов украшения салата. Используйте свою фантазию, делайте все на свой вкус. И приступаю. Выкладываю желтки. Желтки распределяю. Смазывать майонезом желтки не нужно. Для удобства я делаю круг майонезом, для того, чтобы зелень не скользила. И выкладываю по этому кругу зелень. Можно воспользоваться петрушкой, укропом, любой зеленью, которую у вас есть. И выкладываю помидоры черри. Делаю цветочек. Салат убираю в холодильник на пару часов. И сейчас я буду его вам показывать. Убираем кольцо. И вот, посмотрите, какая красота у нас получилась. Получается этот салат очень вкусный. Очень вам рекомендую попробовать этот рецепт. Не забудьте подписаться на мой канал, если рецепты видео вам понравились. Ставьте лайки, пишите мне ваши комментарии. Я всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами!